что же день добрый следующий день продолжение работы надо подставками конечно думаю круглосуточно что и как делать спасибо за помощь помощь прям реально реальная такая спасибо роман спасибо игорь в общем тут еще так просто как кажется но я делаю попытки чтобы это получилось кстати вот просто показать смотрите какой золотой жила нашла золотая жила красиво но я думаю что это вся красота вот это вот с этими прожилками она пропадет потому что я когда буду полировать они явно заполируются просто напросто и будут в тон на что я подумал я уже по всякому думал видите паз там от по до нижней части паза до вот этой плоскости минимум места вот это примут я просто боялся думал что сейчас насквозь профигачу сделал вот такие вот желобки давать так проще сказать и думаю примерил уже бритву поставил то есть будет вот так вот по желобку с легкой такой натяжкой пускай но чтобы она стояла на столе на основе ведь она прямо будет рядом с плоскостью шнурок будет рядом есть шнурок тонкий но он смотрится стрёмно дальше с клинышком это я роман усёк спасибо за видос прям в тему ну и что ж давайте вместе посмотрим что у нас в принципе из этого получится или не получится конечно если получится будет конкретно жалко да жалко не тех денег которые будут просто в мусорке тех трудов жалко вот которые были проведены но будем надеяться на лучшее а сейчас я просто хочу сказать несколько слов прежде чем я потом начал показывать как я буду дальше с ними работать и получится что ли нет то я хотел бы сказать то есть ответить на один вопрос который вопрос этот уже стал часто задаваемый в последние дни 10 примеру так вот 7 или 10 дней точно не скажу прямо постоянно вопрос на вопросе вопрос на вопросе и все один и тот же одна и та же тематика вопрос стоит в том в чем преимущество новых моделей вот тех самых клинов которые клины 75 процентов с нулевой подводкой вот то есть на ответ прост давайте так скажу простыми словами какой цель вы получаете два а то и три в одном это первое всем полюбившийся 75 процентный клин с которым многие уже познакомились то есть пользуя раритетные бритвы типа там как батчер там французы ну там вот такие варианты то есть уже многие оценили его преимущество именно такой геометрии и форм как бы то есть два второе что это присутствие кромки как сто процентов клина который тоже уже многие оценили причем положительную сторону это два в одном уже то есть и клин то есть вот допустим давай опять повторюсь опять батчерский просто чтобы вы поставление имели я не знаю как о чем вы объясните так вот по-другому вот сто процентный клин это русский клин то есть это два уже варианта в одном это просто если складной бритве я уже не буду говорить там про достоинство стали и там все все остальное а если пример еще взять и вот и комиссори то это уже три в одном то есть это как получается это классический вариант бритвы с прямым хватом комиссори и в итоге вы пользуете сразу три лучших преимущества в одной бритве нет ли здорово то есть три в одном уже вот взять вот эти варианты причем они мне выходят так не весело по себестоимости поэтому я буду ужимать себя чтобы выдать вам доступный продукт доступный по цене вот такого таких вариантов вообще не найдете нигде в мире вообще просто а это не здорово ли так ведь это даже если сравнить примеру там как вот совершенствуется допустим автомобили носит пример кому-то непонятно бритвенная тематика но добавлять же там в автомобиле лошадки там полный привод фары линзованные там тренды туда-сюда там много всякой всячины и в итоге вы получаете вроде автомобиль со мной автомобиль но он уже с такими преимуществами которые на шаг на два на три и более превосходят предыдущие модели вот примерно все это так вот выглядит вот я надеюсь ответил на ваш вопрос я не хотел бы сильно затягивать видео поэтому давайте на этом стопе и какой у меня жаргон то бля и в общем я погнал пытаться сделать что-то из них путное рабочее ну и покажу вам что получается получилось ли или не получилось не дай бог погнали ну вот в общем правило такое вот с оправами я не знаю как бы тут прокатит нет ли что древесина должна быть подготовлена то есть практически прям вообще полностью готова прежде чем какие-то конструкции там на ней добавлять ну это не относится пример к инкрустации это другой вариант я как обещал что древесина потемнеет вот золотые прожилки не пропали на как я рассчитывал принципе что они пропадут вот тоже все на месте сейчас древесина защищена всяких воздействий ну что ж начну я уже представил что буду пример вот тут делать клинышек вставлять сюда кожу потом делать витки плотные отмечать где они будут проходить эти места буду сглаживать под шнур и в итоге не знаю правильно это будет неправильно я так не делал еще примеру потому что я просто так на вскидку думаю так что в конце самый последний виток будет попадать такой вот крайне образную пропил и там будет клиниться я надеюсь на это надеюсь нет получится погнали в общем делаю не знаю правильно неправильно я уже конечно много раз повторяю что я не деревянных дел мастер совсем не деревянных дел мастер ну прям этот первый у меня такой вот вариант примеру вот тут клинышек ой куда показываю сам смотрю его не показываю вот тут фиг знает короткий совсем оставлять неудобно тянуть то есть вот так вот показываю как это все иногда даже бывает где-то там глубине души жалею что не сделал после поставки без веревочек но хочется что-то такого эдакого неординарного если по цивилизован искать и так хоп затянула нам заклинилось как вся древесина придет потом будет наклеить и не будет вот то есть все держится так же тут тут подлиннее шнурок слабо как вышел из этого из сейчас буду думать вот так вот показываю раз это два как говорится ой какой там еще а еще оборот надо сделать и вот так вот опана вот есть вот этот матню не оставлять то тянуть не за что затяжки не про не происходит на плоскости стоит хорошо то есть кожу не цепляет ну вот убрать его об легко хоп он держится но как-то легко может оба затянуть надо нет буду дальше думать напряжённое каждой я вам скажу что же поехали дальше что получится то получится все принимайте работу не могу назвать эту работу идеальной ну и плохой то назвать язык не поворачивается в общем судите сами можете меня закидать тапками за то что я тут сделал вот это вот то есть вот это вот делал я первый раз вот эти вот кожные шнурки вот эти вот клинышки туда-сюда все в первый раз я такие подставы не делал вот видите да ямку эту сию не просто так тоже все это выгодал бритвка держится шнурок заклеил заклинивается то есть вот этот сделал лишнее на любителя шарик пластиковый не кость кость потому что у меня не на чем делать принципе полноценный круч эти шарики а если даже сделаю то не знаю не уверен а заказывать этого будет еще дороже то есть это будет все дороже и дороже дороже еще инкрустацию появится да и вообще будет кирдык ценник какой вот поэтому я думаю надо тормозиться ну не знаю по мне так нормально вот кому-то длинная пожалуйста вот все двигается этот шарик как показать там этот шарик он подвижной то есть вот все куда угодно туда сюда можете вообще его снять можете там не знаю фантазии какой-то проявить как это работает всем так понятно принципе то просто показывает хоп легкая натяжка ну-ка то как хочет кто любит сильную натяжку пожалуйста сильный ничего не бороться все натуральной кожи тут клинышек в начале ух прям вот так вот вот здесь клинышек держит все она тут заклинилась вот этой расщелине так что рассказать клинообразном пазе давайте вот так вот еще сильнее ну вот смотрите сами там кожа конечно прикатается она будет еще глубже садится еще сильнее заклиниваться потому что кожа такая такой материал что он там подтянется подомнется как бы вот так вот тоже самое единственно что только на первые на самые витков меньше чем на всех остальных тут например допустим этот читать 1 2 3 4 и 5 завершающий то здесь 4 завершающий это самый первое вот то есть в любое тут в любую ямку которые есть тут одна всегда лишние ну вот как то так думаю тормозится конечно прям думаю прям вообще вот так думаю что надо тормознуться и потратить остаток времени на заточку хватит наверное с подставками потому что я как бы сейчас не переиграл уже лишнего что же то есть на этом все если я не успею сделать за . сегодня и или будет продолжение если есть у нее успею сделать и покажу уже заточенные бритвы там саму кромку пока все в общем начало затачивать прошлый раз мне тот сказал почему не показываешь как волос трогает добрый принципе это не мой конек сейчас если руки не обрежу потому что я смотрю через мониторчик поймаю еще резкость еще увижу все это самое то попробуем так резкость есть не вижу вот он его спускает вот он его вдоль и распускает а вот отражение видно сдвигаем где там волос то не вижу сейчас мы срежем этот остаток нет он опять распускает он так 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 резкость 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 здравствуй вот опять он ее распушил вот видите то есть вдвое он еще раз вдвое давайте еще покажу так резкость резкость приветствуется оква вот он ее на двое распускает сейчас опять резкость поймаем просто весь мало предметов какой-то чтобы на резкость все это было он наш распушенный волос сейчас я вам покажу какая-то за . вышла ну-ка резкость блин он уже распускаться обрезался все секундочку возьмем еще один волосок пока резкость ловится мы сейчас еще раз это сделать делаем так на кончике не помню или не видел точнее сказать показал не показал вот ведь он ее надвое легким касанием еще раз надвое с откусыванием как бы так вот то есть ну я искренне надеюсь что на видео все это увидите ну-ка я посмотрю на то я через монитор вообще ничего не вижу вот такую пальму настраивает так что я хочу показать заточку начинаю с 10 тысяч сами понимаете да что это то есть не с тысячного там не с какого-либо весь кромка не формируется она уже сформирована еще далеко-далеко до того когда бритва была готова и толщина кромки настолько минимально что даже я ее чуть вижу вот он там вот легкий отблеск от нее вот он вот он бегает и тут попробуем так есть нет уже просто вы видите заполированную отобушка кстати отобушка заточка никаких изолент все вот 2 ритвка пошла я не знаю наверное не стоит каждый показывать тогда давайте покажу что ну ну что вторая пример там вот тоже самое делает принципе раз раздворилась раз второй раз ну ка может подлиннее здесь может виднее вам будет вот на две части еще эту половинку оставшуюся еще на третью часть вон она так блин влетает волосы сейчас секундочку эту пальмочку сейчас надо режем видно вроде бы вот я говорю это не мой конек это вот этот показание вот этого все ну как то вот она строгается вот четыре части на 4 сейчас еще то волосы возьму вдруг вдруг не получилось показать я просто тут через монитор нифигас не вижу я вам скажу сейчас секундочку опа вообще блин игореха спасибо за камеру щедрый подарок я с ней творю чудеса да бритовка я не сказал прошлом видео вон она впали мы ее опять три в четвертый раз это уже на 4 части в дальняка делаю чудеса с твоей камерой смотреть что делается то есть вот такого показать даже не даже думать об этом не мог она уже разворился вот роман если я показываю в общем одно и то же да роман если нужна бронь сразу говори неважно на какой период времени забронирую если нет нет то есть все нормально в любом случае вывешу на сайте да что рассказать прошлый раз меня какой-то вопрос был на чем я там дальше каких камнях задачи в общем сначала берется ой ну ладно у меня ведре с водой замоченный берет сначала десятитысячник десятитысячный искусственный камень фиг его как там уже называют какой-то япон мадеин не помню типа суперстоун потом беру вот такой еще не распиленный сланец уральский двенадцатитысячный притертый само собой если не притереть там вообще он далек к нему нельзя бритву подпускать пока его не притрешь а притрешь шикардос камушек просто шикардос и после этого в общем я не на притир с пастой гои а сразу кремню ее то есть рождение приучаю с малолетства кремню с пастой гои пробегаюсь примерно раз по 25 в каждую сторону то есть в итоге 50 раз примерно мои бритвки имеют большую твердость они любят ремешок с пастой вот и все то есть бритвочка уже приучена к ремешку с пастой хотите без пасты пожалуйста без пасты просто возить замучаетесь вот и острота добавляться не будет а так любой вариант вот и еще раз повторюсь что топушка то есть никаких подкладок ничего не надо да учтите сразу если это для заточников тех кто если пример возьмется заточить на камнях если у вас у камня угол край угла боковой не закруглен эти бритвочки вам помогут их под закруглить слегка потому что толщина большая подъем большой и если там примеру ну как не знаю у меня примеру два-три раза тут споноса еле-еле но уголки чуть зашарканы но если какой-то с ориентации там не особо то как бы иметь ввиду уголки останутся как надо закругленные второй вариант это есть пример на 12000 который там сейчас черном вам показывал ввожу на природном там хорошо убивается суспензия и в этой суспензии бритвка когда уже то есть полировка достигает того уровня когда хватит она так усиленно начинает залипать будьте аккуратны потому что сами знаете себя залипла вы ее сдернули то не факт что она у вас там опять в этой же плоскости пошла она может завернуться как бы на стриё примерно ладно на бушок и тогда заточки кардык вот это для заточников ну если опять же правильно вот роман яковлев говорил в своем отзыве что если правильно опять же повторюсь это мои слова он повторил мои слова сейчас я повторю свои слова сказаны им что если не делать ошибок вот для вас после вот как вы берете бритву для вас только ремень спасли все если не делать ошибок приправки не торопитесь все обдуманно все это делаете то бритва будет острой вечно вам не нужно будет ее там потачивать затачивать что-то еще там делать переделывать ничего не нужно только примешку шук 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 то есть поддержали так чуток остроту и все и в бой бриться поэтому ну я не просто так делаю такую твердость не вот просто от нечего делать все так задумано все в принципе давайте я очень возьмусь еще затачивать еще оставшиеся три бритвы вообще кайфовое занятие я вам скажу ладно и уже снимать что не стоит каждую бритву я думаю там особенно с волосами и надеюсь я сегодня их уже заточу надеюсь удачно и надеюсь же опять что я их сегодня до дома донесу и буду готовить к развешиванию на сайте все на этом какой-то день рабочий ну для видео закончен я тут еще поработаю конечно как следует есть что делать и на этом до свидания до новых встреч увидимся